Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, 18 ноября, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из первого послания апостола Павла к фессалоникийцам, или, как это звучит на славянском языке, к Солуниным. Глава первая, первые пять стихов. Вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Павел и Силуан и Тимофей, церкви фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за вас всех, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно пометуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам отрывок из послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Это первое его послание, и мы, в принципе, начинаем с вами читать это послание, и дальше на буднях, в непраздничные дни, мы будем читать постепенно это послание, как предлагает нам отрывки Церковь в том порядке, в котором эти отрывки утверждены церковным преданием за богослужением, прежде всего. Итак, сегодня мы скажем несколько слов о Фессалониках. Это довольно-таки древний город, был уже к тем временам. Изначально, в древние, совсем древние времена, он носил название Керм, или близко по звучанию Ктерм, потому что там находились термальные источники, горячие источники. Но в IV веке до Рождества Христова зять отца Александра Македонского, Кассандр, переименовал город в честь своей невесты, сводной сестры Александра Македонского, в Фессалонике. И этот город стал называться с тех пор Фессалониками. И дальше мы знаем о том, как пришла сюда весть Христова, об этом она говорит, 18 глава книги Деяний святых апостолов. И здесь проповедь началась, три недели апостол Павел проповедовал в синагоге, надеясь пробудить веру в своих соплеменниках. Но вера пробудилась, услышали эту весть, спасительную весть о Христе, люди из празелитов, то есть из язычников, которые восприняли в большей полноте закон Моисеев, но еще не обрезывались, хотя и жили уже по заповедям. И вот, собственно, дальше, когда развивался этот город и развивалось христианство, здесь пострадает мученик Дмитрий Солунский, который станет потом небесным покровителем этого города. И множество событий, связанных с этим городом, будет в христианской истории. И вот мы читаем первые строки послания апостола Павла к фессалоникийцам. И здесь сразу следует указать на тот момент, что апостол Павел не всегда писал самостоятельно письма, свои послания, и он писал их иногда в соавторстве. И как раз-таки перед нами вот такое письмо, такое послание, которое сразу озаглавлено ее авторами. Его авторами – это Павел и Силуан и Тимофей. Сразу видим, кто, несколько человек. И это единомышленники, которые проповедуют Евангелие. Адресат. Какой адресат? Церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это типичный проэмион, типичное начало послания. Второй стих. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно пометуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». И этот стих, вот третий стих данного послания, он очень информативен для нас. Второй стих говорит о том, что «Всегда благодарим, то есть Павел, Силуан и Тимофей для них, для всех, очевидно, Хессалоники, близкий город, и христиане, что там живут, дороги им. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших». А вот третий стих очень актуален для нас сегодня, потому что говорит о добродетелях христианских. «Непрестанно пометуя ваше дело веры». Итак, дело веры. Вера – это не просто некая уверенность в существовании Бога. Для христиан не стоит такого вопроса, существует ли Бог. Конечно, существует. И когда мы говорим верующий, когда спрашивают часто, верующий ли ты человек, спрашивают именно, признаешь ли ты бытие какого-то сверхъестественного, иного существа, абсолютного. Но для христиан вера – это не совсем это. Для христиан вера – это прежде всего мировоззрение и выстраивание жизни согласно этому мировоззрению. И это скорее отклик на некие действия Бога, не в которого я верю, а которому я доверяю, что Он меня спасает. Я доверяю Ему полностью. Соответственно, непрестанно помятую ваше дело веры. Вера без дел мертва. Вера без дел – это некая вера философская, вера философского Бога, некая эквилибристика ума, но не более того. Вера требует дел, вера требует отклика, вера требует изменения жизни. Далее, и труд любви. Труд любви здесь – это конкретно те дела милосердия, милостыни, в том числе и финансовые, которые оказывали фессалоникийцы, апостолу Павлу и авторам этого послания. И терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа. И надежда. Терпение и упование, что есть надежда. Мы терпим и уповаем только тогда, когда надеемся. Когда же мы не надеемся, мы просто пребываем в неком унынии. Но именно надежда позволяет нам терпеть и уповать на Бога, Господа нашего Иисуса Христа, пред Богом и Отцом нашим. «Зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья». Избрание – это значит то, что вы призваны действительно, и что вы услышали, вот это слышание веры, о котором говорит апостол Павел, то есть вы услышали весть о Христе, и она проросла в ваших сердцах и дала вот эти дела веры, труд любви и упование, надежду. Потому что наше благовествование у вас было не в Слове только, но и в силе, и в Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Итак, мы знаем из книги «Деяния», что происходило тогда у фессалоникийцев, как они услышали о Христе, как они увидели эти действия Духа, это действия силы. Они здесь пишут о тех вещах, которые адресату были вполне очевидны и ясны. Сейчас для нас это не столь очевидно, не столь ясно, но адресатам это было понятно. Будем и мы довольствоваться этим, помня очень важный третий стих, которым раскрываются основные христианские добродетели – вера, надежда и любовь. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok